доброе утро отвезли мы детей старших в школу младших в садик и заехали в магазин взяла я мы берем хлеб второго сорта хорошего ржаного у нас нет как вот в городе раз приезжаешь там на выбора женой и темный хлеб какой хочешь у нас какой-то невкусный взяла яблок кефир три дня у нас или искали три дня сегодня заехала в магазин смотрю стоит говорю дайте мне три кефира куплю сразу три все последние два ну взяла еще биобаланс тоже хороший три молока беру майонез уже закончился взяла сыр у нас у нас сто три рубля стоит вот кефир у нас просто квашеном 83 рубля стоит за бутылочку молоко я знаю что вот соседнем городке ну где-то рублей по 38 у нас пятьдесят шесть рублей стоит вот такое молоко купила я шпикачки там написано было хакасия но я спросила у продавцов там и хозяйка магазина была него нормальные есть можно что по вкусу они сказали хорошие но взяла полтора килограмма я вчера варила суп и гречку мясо все с гречки посъедали гречка осталось сейчас я тебе дам маленький сейчас я тебе дам сарды эту шпикачку маленький поэтому я их сейчас наколю не сейчас а когда дети приедут и в мультиварку и гречка уйдет сварю я только свеженький суп суп тоже хорошо подъели ну надо будет все равно сварить и шпикачки гречки вот такие плану на сегодня на день до кисунь сегодня я приготовила как я уже говорила только суп еще у меня осталось много гречки я купила сардельки вот принесли мы клюкву у нас наступили холода ну вот она мороженое то что на улице разморозится мы ее помоем сахаром и потом миксером ну блин блендер или как вот размельчим ее покупала я сегодня яблоки скажу сразу яблоки я взяла они немножко не кондиция вот ну вот посмотрите вот видите ну вот тут немножко как бы побиты 50 рублей за килограмм и вот два осталось а четыре они вот такие крупные я их покрошила и сделала шарлотку шарлотка немножко темновато потому что я про нее это честно забыла и она на пять минут дольше простояла я ее накрыла фольгой но она не зачерствеет тут и наш кот не будет там лазить да ты кушал но это маленький покушал на стол не лазь вот так вот мы сегодня будем питаться сейчас уже скоро ребятишки начнут приходить и у меня уже все готово вот закрыл у нас папа сегодня снега не было он чуть-чуть посвободнее закрыл наш баллон газовый вот так вот я говорю ты его приделай таким образом на шурупы что потом легонько раз это все отвинтить и убрать потому что на лето мы газовую плиту убираем в летнюю кухню вот принес папа тут у нас как всегда эти полотенчики сушатся которые мы на окна ложим уже потемнели но стирать машинки все равно не буду иначе испортят мне машинку руками я простирываю ну не каждый день а дня через два и принес пап капусту у меня капуста нынче в прошлом году если я делала капусту нам она немножко кисловатая была приходилось ее промыть и она тогда вкусная а эту нельзя промывать иначе она теряет всю соль и весь вкус поэтому ее поставили на печку а попозже мы просто добавим туда лук и масло растительное у меня узнали что они приемные я могу рассказать только по насти когда на стене было четыре четыре с половиной года она у меня такая девочка какая-то ну быстро она росла такая развитая девочка и в это время она уже гуляла одна хочу сказать что в садик она у меня пошла в год и пять ее взяли потому что она уже могла и на горшочек ходить и кушала сама она и разговаривала хорошо вообще это где-то в год с копейками вообще хорошо разговаривала в год-то месяц с предложениями большими в два года она у меня знала весь алфавит в четыре года я ее уже научила читать ну может быть это объясняется тем что во первых она рождена ну как первородка как вот говорят что первый ребенок у мамы мама-то молодая была восемнадцать лет ей ну примерно так вот я по-моему уже говорил точно не знаю вот и да и у нас она была как бы долгожданный ребенок и все внимание только ей мы ей занимались она у меня ходила и на танцы и на бай на простые танцы и на бальные танцы я ее там и на хор водила и во всех конкурсах даже в городских участвовала там на стенах фотографии даже по телевизору показывали в общем везде ее таскала потому что видимо один ребенок и ну все ей было сейчас уже во первых тут некуда водить сильно в городе все равно есть возможность куда-то там водить ребенка вот и помню лето это было ей было уже наверное 4 с копейками там вот она тогда первый раз прибежала и у меня спросила она говорит мам чё правда я не из твоего животика вы знаете меня в то время даже сейчас так тяжело вспоминать что у меня вот прям жаром так обдало я прям до речи потерял я я стою не знаю что сказать а знаете как маленький ребенок она задала вопрос я не помню я что-то там промямлила что-то там я пыталась ей как взрослой что-то начать объяснять а она уже забылась спросила спросила что-то мама там сказала она уже обратно побежала там то водичку попила то ли что она уже обратно убежала потому что мы сильно не скрывали о том что она приемный ребенок все равно все об этом говорили а дети же они все слышат что взрослые говорят ну и поэтому кто-то видимо спрашивал кто-то там постарше ей видимо уже объяснял о том что она не из моего животика она там не понимала слово там приемное там какая вот у нее единственный вопрос был и сейчас кстати дети так спрашивают из чего они животика там видимо им так легче вот потом я помню еще как-то через какой-то там через два через три месяца она опять задавала что-то типа такого же вопроса я что-то там опять пыталась ей что-то там объяснить ну это и вот сказать как это было как я ей объясняла я сейчас даже не могу вспомнить не могу но как-то вот она она потом перестала вопросы задавать уже там сколько там времени прошло может быть люди ну как дети знают что о ней рассказали может быть где-то у нее там что-то отклалось что вот так вот бывает что ну в конце концов не знаю как я объясняла ничего не могу сказать на эту тему а вот уже остальные дети Алина например или Дарина они вообще такие вопросы не задавали ну видимо все равно они между собой где-то там разговаривают они же видят что у них фамилии все разные а вот Алина она вообще когда мы взяли Дарьку она же видела мы там документы собирали мы там ездили как мы ее там брали она уже это все видела Алине тогда было уже ой не знаю лет шесть наверное да вот где-то так и вопросов она не задавала и Дарька тоже вот что интересно Женя с Сашей они они вообще им по пять лет они ни разу вопрос не задавали хотя они прекрасно знают что у них разные фамилии они свое отчество знают что они разные вот что ну вопрос из чего они животика или почему у них одна постарше другая помладше как они говорят Саша говорит я тебя старше но ты меня выше они понимают что они немножко разные но они все равно называют себя мы близнецы мы близнецы как то вот так вот говорят но еще вопросов о том почему они разные почему у них вот так вот у них не было то ли дети как то не говорят другие об этом вот как я буду им объяснять потом я не знаю ну что нибудь как нибудь как у нас Томочка появилась они были еще маленькие хотя они вот до сих пор думают что и я вот полная что они говорят мама у тебя там наверно еще одна девочка вот так вот 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 ну как то у меня вот не было никаких сказок никаких серьезных разговоров о том откуда дети там появляются там что то ну вот не было у нас вот еще хотела что вот часто спрашивают там или я сама и ну раз даже спрашиваю я не понимаю что такое влог мне объясняли что это рассказ о жизни что вот у меня я если я все равно до сих пор не могу понять что такое влог и как его вести вы уж извините я буду показывать и ну как вот у нас ну идет у нас жизнь так мне как я могу так я снимаю так я и выкладываю мое видео влог это не влог или это постановка или еще что то я не понимаю как это подразделять как это называть ну как у меня получается так я и буду выкладывать потому что я все честно не пойму не пойму различие между того что как я снимаю и как снимают другие видеоблогеры как они ведут там свои влоги там все ну вот так вот сумбурно конечно все получилось объяснять не умею ну как смогла так папа собрался собак кормить оделся как на полюс потому что у нас холодно ага ой свет там не включен сейчас будет папа печку топить вот если честно печку я вообще не умею топить нет ну конечно если приспичит я затоплю ну это не знаю надо будет учиться как он где там что открывает где что папа фонарик забыл да ричи там не светло а что случилось а куда давай поду моя девочка заживет ну одна томочка веселая пекла пекла сегодня я шарлотку женечку убери ручку это вот все что осталось вкусно дать маринка 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 ну-ка спой что за страшно папка ёшка краденая ножка с печки упала ногу срамала а потом пошла и купила пусть там пусть там канабаса и купила самого а потом пошла на улицу раздавила ул а потом говорит у меня нога болит капец такая смешная песенка по баёшку и че ты же не страшное маринка умницы как красиво чай пьют Мико-косолапый. Мико-косолапый, топ, ля-ля-топ. Ля-ля-топ, ага. Она вместо му говорит, Мико-косолапый вместо му. Да? Ты вот так говоришь? Ну, умница моя. Ешьте, ешьте, все можете съесть. Все уже поели. Тихо, не балуйтесь до чуши. А что, там внутри лук, что ли? Нет, это яблоки до чуши. Вот эти жутки. Ну, давайте скажем всем до свидания. До свидания. До свидания, умницы мои.